Ну а пока в регионе начинают запускать тепло, в Якутии расселили жильцов домов, которые признали аварийными до 2012 года. Завершился первый этап программы переселения. За все время ее работы возникали разные ситуации. Часто переселенцев не устраивал новый район, либо соотношение квадратуры новой и старой квартиры, а иногда и вовсе возмущал тот факт, что нужно доплатить. Правомерно ли это и как живется вчерашним переселенцам на новых квадратных метрах, выясняла Юлия Великодная. Людмила Латынцева и Нина Шпачинская – сестры-музыканты. Всю свою жизнь они преподавали уроки музыки в школе. 40 лет они жили дружно с соседями в деревяшке по Кузьмина 23-2. В квартире, которую они получили в 2015 году по программе переселения, большинство соседей остались прежними. Сегодня из окна их новостройки видно то место, где раньше был дом. Сразу после переселения его снесли. Жить в родном микрорайоне в нескольких метрах от старого дома им повезло не сразу. А нам давали в другом районе, да, на трех соснах нам давали. Мы как приехали туда, а между этими дворами, там не только, там уже драка какая-то. Мы как шурнули на машине оттуда и больше не появлялись. Мы отказались, такое право было у нас отказаться. Хотели здесь в порту на месте? Ну вот, она же школа моя родная здесь. Здесь больница рядом. Больница, вот она за домом, за нашим сразу. Ну а что касается квадратуры, то сами попросили побольше. Теперь в их квартире две комнаты. Людмила Васильевна в свободное время занимается шитьем, а Нина Васильевна любит ухаживать за цветами. И теперь для этого всего хватает места. Они долго ждали, потому что вторая комната у нас была с доплатой. Вот, они долго ждали, у нас денег не хватало. Ничего, никакого ремонта, вот как зашли. Вот даже те же обойки у нас. Вы знаете, нам так нравятся. По словам министра строительства и архитектурного комплекса Якутии, изначально программа переселения из ветхого и аварийного жилья складывалась из четырех источников финансирования. Фонд капремонта, республиканский местный бюджет, а также внебюджетные источники. Но все же частыми были случаи, когда переселенцы крайне негодовали из-за необходимости доплаты. Есть небюджетные источники, которые вкладывают свои зарплаты на средства. И по этому направлению работал же Тайм и город Иконск, и это вполне законно. И как раз вот то, что я вам говорила о том, что программа переселения у нас будет дальше работать именно вот по этой схеме, и продолжение. Это законно. Это как раз 32-я статья жилищного кодекса нам позволяет компенсировать затраты гражданинам, которые имеют жилье в собственности, компенсировать его затраты, оценить поводение жилья, жилье и выйти в первом источнике, в первом вопросе, в софтноса или его участие в строительстве нового жилья. Программа переселения выполнена на 96%. В основном задержка по вводу нового жилья связана с недобросовестными застройщиками. Теперь с ними предстоят судебные процессы по возврату денег. За время программы были и спорные ситуации, когда жильцов не устраивал новый район или соотношение квадратных метров со старой площадью. Из-за чего эти спорные вопросы мешали реализации программы, так как из-за этого затягивался снос ветхих домов. Мои требования просто просты. И в газете читали, наверное, интервью. Я давал бы их оставить цеха. Все. Либо деревяшка пусть дадут, либо на вторичном рынке. Проблемными по реализации программы переселения остаются Вилюйский район, Ленск, Нерингри и Серебряный бор. За последние месяцы ситуация в Серебряном боре выровнялась и строительство будет завершено в ближайший месяц. Чего нельзя сказать о Вилюйском районе. Здесь сложившуюся ситуацию придется решать с помощью вторичного рынка и компенсации для жильцов. Мы, наверное, должны, прежде всего, людям, которые живут там, показать и в этом плане дать оценку избранного лица о том, что, ну, наверное, в этой части, если он почувствовался, что он не профессиональный, нужно было, ну, как Чурман, они передали полномочия Нерингийскому району. Если бы они вовремя не сделали, им не строй не настоял, там ситуация была бы, а Чурман все считался, 100%. То есть самый большой объем выплачет, тоже один из больших объемов. На всем протяжении программы новое жилье получили более 28 тысяч якутян. Построенное введено почти полмиллиона квадратных метров жилья. Строительство на территории республики ведется без остановок, еженедельно вводятся новые дома. Будущим новоселам нужно немного терпения, и до конца ноября полторы тысячи якутян получат новое комфортное жилье. Отметим, что федеральная программа будет продолжена лишь в 2019 году, ну, а Якутия за счет собственных средств уже в следующем году. Юлия Великодная, Владимир Павлов, Илья Жираев. Якутия. День за днем. Вместе с этим в республике действует множество программ, которые позволяют решать вопросы, связанные с улучшением качества жизни в районах и городах. В том числе и по развитию благоустройства, переселению жителей из аварийного жилфонда, строительству социальных и культурных объектов. На эти цели власти Якутии выделяют многомиллиардные суммы. Однако в некоторых районах реализация этих программ буксует, что напрямую касается людей. Возвращаясь к предыдущему материалу, в том же Вилюйском районе с трудом продвигается программа переселения, несмотря на то, что республика свои обязательства по перечислению финансовых средств исполняет в полном объеме. Тему продолжит Саргалана Захарова. Билюйский район, один из немногих в республике, не закрыл программу переселения жителей из аварийного жилфонда в срок до 1 сентября. План выполнен всего на 54%. Практически половина жителей, которые должны были получить ключи от новых квартир еще в начале месяца, до сих пор ждут заселения. В доме, в котором мы сейчас живем, конечно, очень холодно. На дворе уже сентябрь, на улице похолодало. Как будем жить дальше в этом старом доме, я не представляю. У меня четверо детей. Должны были переехать в новый дом еще в сентябре. Но сейчас говорят, что заселят только в декабре. Больше ничего не сообщают. И все это, несмотря на то, что все необходимые средства из бюджетов республики и фонда содействия реформирования ЖКХ муниципалитет получил в полном объеме. Контракты на строительство были заключены вовремя. Если говорить о размерах финансирования, то речь идет о 387 миллионах рублей республиканских средств и 349 миллионах федеральных. Отставания от плана начались еще в 2015 году. Тогда район переселил всего 80% жителей. А по итогам 2016 года вышел на финишную прямую, вовсе с нулевыми показателями. Но справедливости ради стоит отметить, что первые два года Вилюск все же исправно сдавал запланированные объекты. В том числе в долгожданное новое жилье переехала семья старожила района Марии Сыргиной. Моей дочке дали квартиру. Однокомнатная была, поэтому она долго отказывалась переезжать. Здесь не было места ни кровать для меня поставить, ни диван разместить. В конце концов решили выделить нам подсобное помещение, которое переделали еще одну комнату. Переделали, но ни тепла, ни света в ней не было. Пришлось самим прорезать окошки и подключать обогреватели. Если бы не это, то было бы все хорошо. Ведь все-таки в новом доме лучше, чем в старом. Между тем, затянувшееся строительство должно быть завершено при любом раскладе. Перед улусами и строителями руководство республики ставит новую задачу сдать объекты до конца ноября, либо через суд вернуть деньги, на которые будут куплены квартиры для переселенцев на вторичном рынке. Улучшают жилищные условия не только по программе переселения. Немалые средства выделяют на поддержку индивидуального жилищного строительства, а также обеспечение жильем молодых семей. Что касается последнего, то по линии этой подпрограммы жителям предоставляют социальные выплаты на оплату части стоимости приобретаемого жилья до 35%. Только в текущем году на эти цели улус получил больше 3 миллионов рублей. Вместе с увеличением темпов и объемов строительства должна развиваться и инфраструктура населенных пунктов. В первую очередь это объекты социального назначения, такие как школы и детские сады. Так, в этом году по линии государственно-частного партнерства в молодежном квартале Вилюйска должен открыть свои двери перед маленькими жителями. Новый детский сад на 200 мест. Мы очень рады, что у нас строится детский сад. Ведь так как наш микрорайон находится далеко от самого города Вилюйска, нам очень сложно возить детей. Да и такси стоят недешево. Все семьи, живущие здесь, очень ждут открытия детсада. У меня самой трое маленьких детей. Младшему скоро исполнится два года. И поэтому для нас это строительство – двойная радость. Наш ребенок пойдет в новый благоустроенный современный детский сад, и к тому же который находится совсем близко от дома. Благоустройство территории – также один из ключевых факторов повышения качества жизни населения. С 2015 года идет реализация в районах республики трехлетних планов в этом направлении. В общей сложности за два года десяти населенным пунктам Вилюйского района, в том числе и административному центру, были выделены из республиканского бюджета больше 45,5 миллионов рублей. А это по 4,5 миллиона на каждый наслег. Своевременная реализация поставленных задач должна быть приоритетом в политике каждого муниципалитета. Ведь все программы, будь то жилищные или направленные на другие аспекты развития республики, так или иначе влияют на якутян. А именно – на повышение уровня качества жизни каждого жителя.